давай отменим свадьбу король тиндера вернулся я собираюсь вернуть она надо сделать какой-то красивый жест это полный провал как друзья захары женили с 1 января кинопояс премьеры сегодня завтра всегда привет банда скучали тут главный банду от москва-сити просила передать ребят мазерати и 30 айфонов ждите гаденыш да старая взялся никогда еще не разыгрывал такого хищника хищник гусейн трудятся не покладая телефона чтобы разыграть среди нас был хищника банда в восторге банда я желаю вам всем удачи банда не упустите свой шанс он отсюда не заходи сюда когда задаешь вопрос подписчику гусейна а ты правда думаешь что он разыгрывает эти призы вот и я решила не упускать шанс захожу в список спонсоров чтобы подписаться на них и что я вижу на первый взгляд ничего удивительного квантовый психолог ляшинова разводила шаура эдвард билл ну как обычно все культурненько но павел дуров я сначала не поняла может посмотрел куда-то не туда но потом протерла свои окуляры и поняла что действительно павел дуров сколлаборировался с хищником гусейном чтобы его азартную аудиторию переманить к себе приняв участие в гиве просто чтобы понимали по статусу это примерно то же самое что если бы марк цукерберг залетел бы на гиф гусин хан интересно но сразу вопрос зачем ему это зачем ему в принципе участвовать в каких-то гивах в одном ряду с билами и для шиновыми да и быть хоть как-то связанным с гусином гасановым это знаете ну явно не прибавляет баллов к репутации не знаю не знаю да можно предположить что гусин сам добавил павлов гиф чтобы таким образом продать веса своему конкурс но в таком случае павлу бы это явно не понравилось так как ну это подстава да и это какая-никакая накрутка и у гусейна был бы огромный шанс улететь в бан не только в инсте но и в телеграме вряд ли он до такой степени хищник также здесь есть еще один небезынтересный факт во время гива гусейн улетает в африку чтобы сходить в поход к водопадам так вот гусин хан выставляет фото на фоне водопада и точно такой же фото публикует павел у себя в телеграме дуров написал что у него сегодня хайкинг в руанде при поисковом запросе этой локации google выдает картинку подвесного моста в национальном парке руанды и по этому же мосту ходит гасан но то что они находятся в одной локации и ходили в один поход это очевидно вероятно гусейн мог ему там предложить подкинуть частичку своей банды хотя вопрос где павел дуров подаривший нам вк и телеграм и где инфо-цыган гусейн гасанов зарабатывающий на рекламе скамой и гивах да это ужасно но это знал давно возможно конечно так совпало что гусейн приехал на экскурсию увидел что вместе с ним павел и решил воспользоваться ситуацией чтобы хайпануть добавив его в список гива без его ведома пишите ваши мысли это происки хитрого хищника или дуров действительно подумал а почему бы не воспользоваться предложением а возможно он вообще не знает что себе представляет гусейнгасанов подумал что это какой-то успешный педагог и решил что почему бы не перегнать себе его интеллектуальной аудитории павел дуров когда узнал с кем он на самом деле связался дома спортзале в дороге где бы я ни была я практически всегда слушаю в наушниках музыку или аудиокниги в зависимости от ситуации это поднимает мне настроение помогает расслабиться или наоборот сконцентрироваться а весь аудиоконтент у меня собран в одном месте потому что я скачала звук звук это аудиосервис которым можно слушать музыку подкасты аудиокниги и даже аудио сказки сейчас музыкальной коллекции звука более 70 миллионов треков и она постоянно пополняется новинками миллионы людей выбрали звук так как здесь можно слушать музыку в самом высоком качестве приятный и интуитивно понятный интерфейс доступно оффлайн прослушивание что очень удобно в поездках также звук можно переносить музыку из других сервисов и делиться с другими пользователями понравившимися треками и плейлистами еще здесь есть персональная волна сила звука умные рекомендации которой угадают что вам может понравиться в общем чтобы вы не хотели послушать музыку подкаст аудиокнигу или включить ребенку аудио сказку звук удовлетворит любую вашу потребность прослушивание и слушать можно на любом устройстве в мобильном приложении в версии на автомобильных аудиосистемах и умных колонках дома переходите по ссылке в описании и получите 90 дней подписки на звук за 1 рубль знаете я вот что поняла какими бы не были тяжелыми временами всегда наступает белая полоса я уверена что нас вами скоро ждет счастливая белая полоса все потому что в президента россии баллотируются герои наших роликов рада русских посмотри на себя в зеркало таких как ты мразь я насквозь вижу зачем ты живешь мерзость ненавижу она планирует участвовать в выборах президента как самовыдвиженец документы о собрании группы избирателей приняты цик все как полагается я считаю кандидат достоин внимания тем более с такой фамилии шансов у нее явно больше чем у остальных да и предвыборная компания очень сильная вот кстати и она у меня у меня просто был какой-то год потом было две недели три дня у меня вибрировал пространство и просто я не спала не ела и просто меня все вибрировало и в какой-то момент у меня просто начала гореть макушка она горела пять часов я выпила просто ванну воды и даже не ходила в туалет на стены испарилась и потом у меня открылась яснознание я просто всю строкую миром за три часа нарисовала но все считаю что это победа ура победа яснознание это именно то чего не хватает остальным кандидатам а у рады это есть шансы серьезные тем более такой-то поддержкой господи неужели я наконец-то на выборы пойду рада потому что хочу проголосовать первый раз за много лет за вас никогда никогда не участвовала во всяких выборах но к вам приду и заверю и подпишу рада ты перевернешь этот мир уже мой как эти алкаши надоели мы отряды рады просим раду русских палатироваться на пост президента российской федерации в две тысячи двадцать четвертом году ура победа я тоже очень поддерживаю раду если данный кандидат заинтересовал и вас то представлю ну во первых она бизнесвумен и если верить инсте матрея амбассадор магии миллионер и мать драконов матрея это глубоко почитаемый персонаж с пробужденным сознанием просветленный ожидаемый учитель человечества думаю прошлые кандидаты в президенты немного шокированные такой оригинальностью кандидатов в этом году и подбирают название предвыборной кампании рады кренч или все-таки ров готовится к предвыборной гонке рада начала уже давно ты планируешь баллотироваться в президенты потому что я много лет желтая у меня стерилизованная бирзовая организация и конечно мне хочется задачку под себя то есть мне просто очень скучно и я точно знаю что справлюсь то есть у меня ни одного страха нет по поводу того чтобы туда уйти просто давайте представим как же будет здорово если рада станет президентом нет не так не если а когда рада станет президентом это ж лерчик сможет стать министром азарта министром по вычислительным технологиям поставит самой лоба блиновская министр по культуре и отдыху а яс бы стал мастером по издевательствам а например для ашинова министром по физическим нагрузкам я неспроста об этом говорю подготовка к управлению страной у рады и вправду мощная в общем в какой стадии я в стадии все знания мне развернулась вся математика вся физика вся химия вообще все я уверена что число пи это детский сад если вы думаете что это рофл то тут все серьезно рада уже провела предвыборную встречу со своими избирателями избирателями были подписчики правда изначально людей приглашали на тренинг по психологии и отношениям но попросили взять с собой паспорт согнали людей в помещение и давай просить их ставить подписи за подвешение рада на выборы умно так вот по правилам они должны были собрать 500 подписи чтобы рада могла выдвинуть свою кандидатуру но увы было собрано только 499 подписей слушайте ну не серьезно за дитул женщина года проголосовали за звание главный прорыв года поднажали а тут что не поднажать что ли было не пойму но думаю что второй круг более удачным будет тем более что и астролог благоволит удачу солнце в соединении с сатурном это хорошо для президента чтит законы и порядок меркурий соединен с ураном она реформист и революционер нам конец с таким-то президентом нас определенно ждет счастливое будущее хотели бы видеть ее за президентскими трибунами с выступлениями от имени матери драконов хотя знаете одна мать драконов уже метила на престол ничем хорошим это не закончилось но я так рада что вы этого крица словили слушайте вам так повезло тут сложно определиться взлет это или падение так как сейчас все очень в этом мире переплетено одни из учителей в президенты другие наоборот из кандидатов президенты в учителя ну тенденция в принципе понятно одно без другого видимо теперь никак нет я с этим блять не согласна вернемся на обзор свыше где солнце было с сатурном меркурии и прочее а все а уже все а раньше надо было думать эксперты ран объявили астрологию лженаукой как считает эксперты ран прогнозы астрологов дают отрицательный результат а их прогнозы зачастую случаются случайно поэтому россиянам предложили заканчивать с этим делом а самим астрологам сменить профессию но астрологов это нисколько не остановило прошлый раз мы с вами обсуждали близнецов дальше идем после близнецов у нас идет раки те же кто поактивнее вышли на пикет например астрологи для на муну здание ран заявила что решение о признании астрологии лженаукой не надо было принимать в ретроградной меркурий так как в этот период можно пожалеть о своих действиях кстати эксперты ран также заявили что чрезмерное увлечение астрологии может привести к зависимости на подобие игромании в голове проясняется прояснение появляется нет пока ничего в голове пусто пока мы с вами выбирали за кого голосовать появилась еще одна громкая история мошенничества на этот раз жертвами стали звезды шоу-бизнеса электорат рады русских без дела не сидит и активно делает кэш некая виктория логецкая которая называет себя директором всех директоров решила что классный бизнес идеи будет брать за своих звездных друзей деньги чтобы ставить их на петушиные бои и возвращать с процентами шутка не петушиные очень смешно одними из жертв стали алана мама его и бывший ольги вузовый лебедев познакомились со мной девушка общие знакомы нас появились и она предложила нам делать ставки на бои на ран тв сказала что напрямую общается с организатором ну вот ну и большая вероятность выигрыш поначалу было все нормально давай приглашать друзей значит приглашать друзей зарабатывали на этом не потом в какой-то момент всех нас кинули мама его и лебедев отдали логецкой по 5 миллионов рублей которые обратно не получили так как договорные бои оказались то не совсем договорными поэтому извините ставка не зашла как сообщается таким образом виктория собрала со своих друзей сумму в 200 миллионов рублей чем она только не занималась брала деньги под ставки под инвестиции именуемый трейдингом обеспечивал людей высокооплачиваемой работой кто ищет работу моя знакомая набирает группу zp каждый день работа несколько часов в день завлекала естественно пачками денег когда задаешь вопрос человека который ведется на пачке денег а может ты все-таки будешь пользоваться мозгом надо мне это делать не понимаю зачем цена стремления к жизни мечты чашка кофе с булочкой заманчиво заманчиво человек такие вещи говорит ну как ему не поверить особенно когда такие уважаемые люди советуют банда значит вика отдает 25 айфонов и наушники но и разве с такой рекламой что-то могло пойти не так сама жилогетская утверждает что ни в чем не виновата и является жертвой так как человек с которым она договаривалась ранее о боях опрокинул ее я молчать больше не хочу почему я должна одна так сказать все это испытывать мне это все надоело хочу сказать что у меня все было в жизни прекрасно пока я не связала с одним человеком со ставками с договорными боями на которые мы ходили с моими друзьями хочу сказать что что я такой же пострадавший человек в общем никто не виноват всех обманули но дальше интереснее обманутая мама его рассказывая эту историю сообщила что просто два деньги в долг под расписку и ни о каких боях она знать не знает виктории не понравилось что выставили крайне ее и она начала сливать переписки буду вскрывать все все ходили знали куда решили все повесить на девочку с которой бабки зарабатывали теперь я молчать не буду но у меня не лежат деньги просто на карте поэтому я нал могу отдать и тем более ограничение миллион в день можно переводить а это полагаю что сегодня этот бой и надо это все успеть сделать сегодня я эту ситуацию больше сама разгребать не буду договорные бои уголовно наказуемо есть все записи с телефонов про то с кем были бои и так далее поэтому я скрывать ничего не буду раз на меня пошла такая волна негатива тоже буду все скрывать кроме того девушку параллельно успевала кидать блогеров на деньги при закупке рекламы дэц малышка сделала ей рекламу за 140 тысяч но вместо денег получала ежедневные завтраки у нас перевели не все и по и другое же у тебя же не альфа-банка и перевели уже поздно я сегодня должен точно прийти я завтра буду в москве возьму на сама личницу закину это очень странно что тебе не пришли бабки реально я всем святым что я тебя не наебала не наебала к тебе очень хорошо отношусь смотри я просто с ипшки вывожу деньги вот я завтра заберу и наличку заказала тебе переведу там до двух часов прямо тысячи процентов насть обещаю завтра железно переведу клянусь умер близкий человек и даже в столе смеху понимаешь насть у меня тоже пожалуйста ну прости за то что я там ты поняла короче срок все не выполнила я завтра стараюсь весь этот вопрос закрыть за я здесь все сейчас делаю обещаю насть с чего ты вообще ничего не знаешь у меня случился где с бабушкой меня кинули на 100 лямов и сегодня край завтра утром пошли 200 тысяч или сколько тебе обещала 150 оказывается тех кто разводит людей тоже могут развести причем свои же всем клиентам обещала завтра вернуть их деньги но так и не возвращала вот это фото она кидает всем и говорит что завтра перевезет деньги при этом мы выяснили что эти деньги принадлежат девушке которую она кинула на 40 миллионов вот такой вот директор директоров сюрприз сюрприз как говорится желание быстро заработать деньги думая что ты хитрее других и тебя но точно не разведут обычно примерно таким и заканчивается если помните в одном из прошлых видео мы с вами обсуждали обман на продаже косметики и техники мне писали в бот что екатерина уланова массово кидает людей люди годами ждали свои айфоны но так и не получали заветных посылок из-за чего стали образовываться целые группы пострадавших которые массово писали заявление в полицию и вот что из этого вышло уголовное дело против блогера и предпринимательницы екатерина уланова возбудили сразу после широкой огласки глава скр взялся контролировать процесс реакция у героини сюжетов была мгновенной схватив в охапку мужа и чемоданы она села в самолет в дубай однако оперативники были быстрее ее сняли с рейса и отправили в сизо уланова развела людей на общую сумму 100 миллионов рублей и пыталась податься в бегам она не вышла сама аж уланова считает что все что с ней произошло это атака мол недоброжелатели захотели закрыть ее бизнес империю которую она строила годами поставки товаров якобы задерживались из-за просчета в логистике так сказать временные перебои цены то были ниже рыночных а значит по ее мнению нужно было потерпеть на все обвинения уланова заявляет что стала жертвой хейтеров хейтеры это я так понимаю люди которых она прокинула заказами говорят если ввести бизнес и не кидать людей на деньги то хейтеров которые захотят закрыть твой бизнес не будет полагаю она не проводила эту параллель однако спустя время ей меняют меру пресечения на запрет определенных действий и она возвращается домой что вы думаете она начала делать в первую очередь толкать людям товары как ни в чем не бывало когда тебя выпускают из изо и ты идешь домой представляя как снова будешь делать кэш думая что если тебя отпустили значит прокатило не спалили но возможно на этот раз она действительно доставит людям товары что потом на суде говорить но вот живот все люди получают от меня посылки однако я бы все же не рисковала заказывать у них что-либо кто знает что у них там на уме на этом выпуск подошел концом приглашаю вас в комментарии также если вы еще не поставили лайк то это сейчас можно исправить ну а если вы еще не подписаны на канал то сейчас самое время подписаться увидимся уже очень скоро пока